Нынешние выборы в Можилисе и Маслехаты всех уровней станут реальной основой для дальнейших политических изменений, считают эксперты. А смешанная избирательная система, по которой казахстанцы выбирают депутатов, значительно усилит парламент. Мои коллеги с подробностями. Нынешние выборы проходят в духе здоровой конкуренции и политического соперничества. Такое стало возможным после поправок в Конституцию. Напомню, за них минувшим летом на всенародном референдуме проголосовали 80% казахстанцев. В итоге главный закон страны изменился почти на треть. Значительные реформы проведены в избирательной системе. К примеру, зарегистрировать партию стало значительно проще. Нужно в 4 раза меньше сторонников и в 3 раза представителей в региональных филиалах. А чтобы пройти в Можилис и Маслехаты, можно и вовсе быть беспартийным. Но так было не всегда. С 2004 года в стране действовала пропорциональная избирательная система, когда выдвинуть кандидатуру в представительный орган могли лишь члены партии. Сейчас же действует смешная система, когда участвовать в предвыборной гонке может каждый казахстанец. А это формирует здоровую конкуренцию, уверены эксперты. Каждый гражданин имеет сейчас возможность избираться. Помимо того, что избирать, еще и избираться. Вне зависимости от его партийной принадлежности, каждый из нас может выдвинуть свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца. Это достаточно очень хорошее прохождение барьера избирательного. Теперь будем видеть в Можилисе, помимо партийного представительства, мы будем с вами видеть и региональное представительство. Нынешние выборы по новым условиям – отличный способ перезагрузить политическую систему, считает руководитель отдела стратегического анализа КИСИ Ермек Токтаров. Если бы мы не провели, например, в ближайшее время выборы, то это так бы осталось на бумаге. Поэтому все, что было принято на референдуме, оно создало правую основу для дальнейших политических изменений. И тот электронный цикл, который начал президент 1 сентября 2022 года, и который в ближайшее время уже завершится, он как раз таки станет реальным результатом изменений в конституции, которые были приняты на референдуме. Кроме того, новая система открывает возможности для всех лидеров общественного мнения на местах. И эти люди, став членами парламента, представят все проблемы своего региона. А это значит, что чайник казахстанцев даже в самых отдаленных местностях будут услышаны. Продолжение следует...